Приветствую всех зрителей и подписчиков своего канала. Сегодня сплету два браслета и ожерелья из натурального жемчуга пресноводного и гематитовых бусин. Длина браслета получилась у меня 17 см и длина ожерелья 52 см. Для браслета использую жемчуг натуральный пресноводный 8 мм. Металлические бусины 3 мм. И гематитовые бусины глянцевые, круглые и граненые 6 мм. Также использую резиновую нить для бижутерии. Как правильно называется, не знаю, заказывала на Алиэкспресс. Для начала я беру маленькую металлическую бусину 3 мм и закрепляю ее на конце нити, чтобы она держала весь наш набор бусин и они не убегали, не сваливались с конца нити. Для этого прохожу ее с противоположной стороны и вот эту петельку затягиваю. Теперь она зафиксирована и не будет никуда уходить, а также будет держать все остальные бусинки. Следующую я беру бусину гематитовую, после нее снова металлическую бусину. То есть у меня будет чередоваться. Жемчужины и гематитовые бусины с двух сторон будут обрамлены металлическими маленькими бусинами. Металлические бусины здесь играют роль разделителей. И также гематитовые бусины я чередую. То есть один раз я надеваю после жемчужной бусины граненую гематитовую бусину, следующий раз у меня после следующей жемчужной бусины будет идти глянцевая круглая гематитовая бусина. Я выбрала для себя вот такой дизайн. Так как все действия однотипные, однообразные и ничего сложного не представляют, просто нанизывание бусин в определенной очередности, поэтому мы это все убустрим и не будем утомлять себя поднотонными действиями и скучным видео. Добираю весь комплект бусин. И с бусины, которая у нас фиксирующая была, металлическая маленькая крайняя, я вытаскиваю этот хвостик, который держит весь ряд. И теперь нам надо связать два конца нити. Для этого я отрезаю количество нити с другой стороны таким образом, чтобы этот хвостик мне был достаточен для того, чтобы связать два конца. Подтягиваю. Делаю два узелочка и хорошенько подтягиваю, но не слишком сильно, иначе нить просто лопнет. И потом делаю еще третий и последний узелок. Вот такой узелочек получается. Таким же образом делаем второй браслет. И в конце покажу вам, как склеить узелок на резинке, чтобы он у нас не разъехался, так как все-таки резинка есть, резинка она может разъехаться. Ну, точно так же затягиваю узелки, два узелка, хорошенько затягиваю. Делаю третий узелок для надежности. Точно так же подтягиваю хорошенечко. И теперь раздвигаю бусины между собой, нахожу узелок и беру клей. Секундный клей. И капаю капельку клея, маленькую-маленькую, смотрите, аккуратно, кальцем не приклейте. Именно в зону узелка. Еще хорошенечко подтягиваю и даю пару минут просохнуть на воздухе, стараясь, чтобы этот узелок в этот момент не касался ни одной из бусин, иначе на бусинах останутся такие ляпы от клея, неровности, будет некрасиво. Или приклеится к краю бусины. Дополнительно еще можно добавить. Где-то в течение двух минут клей подсохнет. И потом я срезаю кончики нитей, оставляя 2-3 мм, не больше. Вот хвостики маленькие, 2-3 мм. Обрезаю. И оставшийся узелок с хвостиками я втягиваю в бусину с наиболее широким отверстием. Вот так выглядят два браслетика уже готовых. Почему два? Ну, потому что я решила, что это более эффектно, чем тоненький один. Таким же образом я плету ожерелье. Только использую не резиновую нить, а уже леску для бисера. Точно так же я выбрала сама дизайн. Начало у меня ожерелье идет по типу, как и был браслет, а к низу я сделала набор из четырех жемчужных бусин и чередующиеся между ними гематитовые граненые бусины. Вот так выглядит сзади вместе с замком. Замок точно так же заказала на Алиэкспресс. Он мне понравился. Замок точно так же заказала на Алиэкспресс. Кстати, застежка у замка на кольцо расстегивается с обоих сторон. То есть как правая, так и левая застежка может быть расстегнута и застегнута. Удобно, возможно, для тех, кто правша или левша. Надеюсь, что видео было для вас познавательно и интересно. Жду отзывов и лайков. Подписывайтесь на мой канал. А также всех с наступающим Новым Годом! Редактор субтитров А.Семкин